Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Риковенко. Сегодня у нас на часах 18.00 в Киеве и очень долгожданная встреча. Андрей Андреевич, добрый вечер, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый вечер, Игорь Александрович. Андрей Андреевич, никак не мог дождаться нашей беседы, потому что то, что происходит на подконтрольной, поднадзорной вам территории Соединенных Штатов Америки, в частности в Белом доме, вызывает огромное количество вопросов. То есть заявление, я не верил, что может произойти откровенно, те откровения, которые совершили Блинкен и Салливан, Блинкен, который заявил о том, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают удары Украины по НПЗ, ну понятно, что удары по НПЗ это одно из самых эффективных способов защиты Украины от российской агрессии. Это очевидно всем. Вот, это с одной стороны, такая откровенность удивила. Ну а что касается Салливана, который заявил о том, что нельзя Украине оказывать слишком большую помощь, иначе Путин обидится и ударит ядерной бомбой. Это вообще фантастическая тоже история, потому что, ну очевидно, что поддержка ядерного шантажа является стопроцентной гарантией проигрыша. Тогда надо сдавать, тогда надо просто отдавать Аляску, сдавать там, я не знаю, Калифорнию, Форт Рос и так далее. То есть надо уступать тогда Путину все. У меня сразу вопрос. Вот как вы считаете, это первая часть нашего разговора, я хотел бы посвятить новому свету. Как вы считаете, насколько, во-первых, почему все-таки настолько откровенно позорной стала политика Белого дома? И во-вторых, насколько безвозвратно Соединенные Штаты Америки утратили функции такого мирового шерифа, лидеров защиты свободного мира? Ну, что касается позиции Соливана и Бернса, я достаточно много говорил, это я считаю просто предателем, предателем Соединенных Штатов, сознательно работающим на Путине. И, в общем, где-то вот они резко потеряли влияние летом прошлого года, когда, ну и с моей скромной помощью были широко, разошлись два разоблачения. Первый раз секретных переговоров Бернса с Путиным, 2 ноября 2021 года, когда Бернс, они договорились, что Путин не будет, как бы, устное, так называемое соглашение, Путин не будет наступать на НАТО, на границе с Украиной, а Бернс обещал ему, что американцы не допустят, чтобы обороняясь, украинцы не наносили удары по российской территории. В то же время были разобручены переговоры, которые под кураторством Соливана вел в Москве, ну, практически агент российских подслужб, Томас Грехом, были обнаружены записи этих его выступлений, где он говорил, хвастался, что вот я сидел за одним стороном, напротив меня за столом были ближайшие советники. Путиным я бы сказал, что Соединенные Штаты заинтересованы в сильной России, проецирующей стабильность вдоль всей своей перипедии. То есть Бернс и Селиван всегда играли на стороне Путина, не в защиту Блинкина, но я хочу, да, все, что... Мы наблюдали эту борьбу, с одной стороны, между Селиваном и Бернсом, которые никогда вообще не могли даже произнести слова о победе Украины, и Селиваном, и Остином и Блинкином с другой стороны. Конечно, меня чрезвычайно огорчило заявление Блинкина на пресс-конференции в Париже, так же, как мне очень понравилась немедленная реакция французского министра иностранных дел. Это как раз суть, суть вот того процесса, который вы правильно характеризовали, как переход в роли лидера свободного мира от Соединенных Штатов к Европе. Он происходит не потому, что Европа там более благородные политики, потому что Европа чувствует уже всеми фибрами громадную опасность остаться один на один с путинским режимом, без единственной европейской армии, которой... Они 50 лет провели бесполную дискуссию о европейской армии, а сейчас у них осталась одна украинская, которая пока еще сдерживает эту восточную орду. Ну, я не защищая Блинкина, я скажу, что... Я воспроизвожу его еще цитату. Он как дисциплинирный член команды произнес стандартную формулу. Вианут Сепот и Нотенкарыч. Мы не поддерживаем и не одобряем удары по российской территории. Но я помню другого Блинкина. Помните, год назад, или уже почти, да, после ударов по куполу Кремля, тот же Селиван выступил вот с этой формой осуждения. А тогда Блинкин очень резко созвал пресс-конференцию и очень долго и убедительно объяснял, что это право на самооборону украинского государства, украинской армии. Ну, сейчас Блинкин сдулся в значительной степени, потому что он на 200% занят Ближним Востоком, где тоже, к сожалению, вынужден реализовывать предательскую политику Байдена. Остался из наших героев один такой здоровый афроамериканец, боевой генерал Селиван, который на последнем рамштейне практически назвал бесчестным, бессовестным поведение американского политического класса. Он сказал, что... Андрей Андреевич, вы не оговорились, сказав же, боевой генерал Селиван? Ой, конечно, Остин, Остин. Остин. Да, это оговорка, но слова и прилагательность здоровый. Физически он крупный, но сказать, что он здоровый после того, как он тяжело борелся... Вот в этом тоже у него... Это вот влияние Блинкина, оно снизилось, и Селиван снова вылез, иначе он... Собственно, почему я не называю... Меня часто упрекает, вот ты критикуешь Трампа, там, Селивана, Бернса, как бы... Почему не знаешь Байдена? А что его называть? Байден – это человек, который с трудом читает по Трумпу, или вот по этим квадратным бумажкам, что ему подносят. И вся борьба была в том, кто пишет эти бумажки. Иногда, когда их писали Блинкин и Остин, он говорил правильные вещи. Ну, у него было замечательное выступление, например, после атаки на Израиль 9 октября, когда он слово Украины употребляло не менее часто, чем Израиль. Он точно сформулировал картину мира. Силы зла объявили войну свободным государством. Иран хочет уничтожить Израиль, Путин хочет уничтожить Украину, мы как сильнейшее государство в мире, мы никогда этого не допустим. И он эти слова подтвердил делами. Тогда он послал два авианосных соединения на Ближний Восток и внес... Это уже полгода, по-моему, сегодня ровно полгода. Полгода уже прошло почти... Да, несколько дней не хватает. Полгода может в Конгрессе закона об оказании военной помощи Украине 65 миллиардов долларов. Вот Остин сказал, что блокирование этого закона на государство не только по безопасности Украины, по безопасности Соединенных Штатов, но и по чести Соединенных Штатов. Практически назвал бесчестным поведение большинства американского... Ну, кратко подведя итог всех этих событий, один вывод бесспорим. Соединенные Штаты... И он осознал Европа окончательно. Соединенные Штаты не способны оказать Украине военную помощь, необходимую для ее победы. Не способны, не в смысле в том, что у них нет ни этого возможности. Не способны в силу отсутствия политической воли. Да просто потому, что такие крупнейшие фигуры американского политического класса, как Трамп, Селиван и Бернс, откровенно играют на стороне Путина. Многие в Украине ждут вот этого голосования, голосования в Конгрессе 9 апреля. Ну, вот очень показательное было выступление позавчера, драматическое выступление. Я его давно ждал, одного из друзей Украины в Конгрессе. Ну, не просто ледового Грессмена, я имею в виду Маккол. Он республиканец, председатель комиссии по иностранным делам. Он дал драматическое интервью. Собственно, он первым сказал, между прочим, о том, что Селиван в вашингтонских кулуарах внушает всем, что не надо оказывать помощь Украине, иначе Путин ударит по Соединенным Штатам. Да слушайте, даже сами путинские пропагандисты такую хрень в последнее время стесняются нести. То есть активно человек первый или второй рядом с президентом активно занимается путинским шантажом. Это невероятные вещи. Но Маккол сказал еще, не менее драматическое вид, он сказал, «Моя родная партия пронизана и пропитана кремлевской пропагандой». Он просто постеснялся сказать, если она пронизана и пропитана кремлевской пропагандой, иначе она пронизана и пропитана кремлевской агентурой. Ну, естественно. Откуда, например, вот эта взялась безумная трамповская сучка Меджер Грин, которая все время исходит не на всю Украину. Она до последних событий, я уверяю, что это провинциальная американская конгрессменка, она не знала вообще на карте, где находится Украина. Это ее усиленно заряжает на эти... Да, снова уже брошены все силы. Наверное, подзабыли украинцы уже о своей так называемой соотечественнице. Помните, года два назад мелькнула такая Виктория Спарц, единственная конгрессменка в Украине, которая кричала, «Ни в коем случае не давайте помощи Украине, она все разворовывается». Вытащили ее снова. То же самое она кричала вчера в конгрессе, «Не надо никакой помощи Украине, я не допущу это, она все разворовывается, надо беречь деньги наших налогоплательщиков». Вот такое состояние. И что, значит, что наметил второго делать этот мерзкий гаденыш Джонсон? Ну, мы знаем, что полгода он блокировал помощь Украине под лозунгом, что да, я, конечно, запомню все за помощь, иначе победит Путина, это будет ужасно. Но, знаете, надо связать наших демократических друзей, мы хотим убедить, чтобы связать эту помощь с целым рядом мер по усилению безопасности на нашей южной границе. Вот два месяца работала специальная группа конгрессменов, демократов, республиканцев, сделали такой компромиссный закон, но там в последнее время, в последний момент распорядился республиканцев его не поддерживать, он был провален. Но у нас все-таки друзья у нас остались в Конгрессе. Это, например, лидеры республиканцев, демократов в Сенате, два тоже очень пожилых человека, это Мич МакКоннелл, лидер республиканцев, и Чак Шумер, лидер демократов. Они разработали очень быстро новый закон, уже без всякой границы, и провели его в Сенате большинством 70 голосов. Существует сейчас принятый Сенатом замечательный закон, который уделяет помощь Украине 65 миллиардов, и его просто нужно проголосовать в Палате. Для этого нужно 10-15 голосов республиканцев. Таких республиканцев поддержек Украины гораздо больше. Ну вот те же, те же, я уже упомянул, МакКО, председатель комитета по внешней политике, он же свой знаменитый доклад «Как победить в Украине», подписывал вместе со своими коллегами, председателями республиканцев, председателями комитета по обороне и разведке. Там больше 20, но, в общем, как-то повинуясь республиканской дисциплине, они не готовы были поддержать. Но вот его последнее заявление показывает, что, возможно, вот этот бунт республиканцев позволит им воспользоваться такой процедурой, процедурой, она называется «Dish charge petition», когда для того, чтобы закон был поставлен на голосование, не обязательно согласить спикеру. Вот чем спекулировать этот спикер, что вообще без него тут трудно поставить заодно. Есть вот эта специальная процедура, если 218 членов палаты, то есть простое большинство, подадут письменные заявления, что они требуют голосования, будет поставлен. Это я не исключаю такой вариант, но то, что делает Джонсон, это просто издевательство. Он теперь говорит, ну хорошо, вы знаете, я вот беседовал с Трампом, это же повторял вот другой наш бывший друг Украины, сенатор Линдзи Грэм, который был в Киеве, сказал, вот Трамп хороший человек, он тоже хочет помочь Украине, но он считает, что деньги надо выдавать иначе, деньги надо выдавать в кредит, это легче поймут наши налогоплательщики, наши избиратели и так далее. Да нам насрать, извиняюсь, в кредит или не в кредит. Главное, чтобы было оружие. Если будет оружие, достаточное для победы, то благодарное человечество 10 раз оплатит все украинские долги после этой победы. Но дело-то в том, что для этого потребуется одно дело, проголосовать уже принятый в целях закон, другое дело вырабатывать новый. Это еще на месяц-два. А еще этот гаденыш придумал, а вот у меня еще есть замечательная идея, а давайте воспользуемся деньгами, замороженными деньгами российских, там, государственного банка. Ну, это вообще замечательно. Это же нужно, для этого нужно, во-первых, преодолеть своего ряд юридических вопросов, а во-вторых, где эти деньги? Они находятся в бельгийском депутатистале. Какой это Джонсон? То есть, это явное издевательское желание просто затянуть оппозицию. Ну, короче... Учитывая, что только там 5% американских денег, поэтому Джонсон, конечно... Нет, ну ясно, что это абсолютное предательство. Предательство из страны трех очень крупных фигур. Трампа, Селивана, и Бернса. Ну и вот не хочется мне этих слов произносить нехороших по адресу Блинкина, но очень плохое заявление сделает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова